Дальше я перейду к теням. У меня есть вот такая вот магнитная, типа магнитная палетка Code Color, в которой у меня сейчас смешаны не только тени от Code Color. Кто не знает, Code Color, это бюджетная, профессиональная фирма. Видите, да, насколько она профессиональная? Точнее, вы можете видеть, насколько она бюджетная. Несмотря на свою бюджетность, неплохого качества сами тени, значит, марка это Code Color, она продается в Москве, я не знаю где, но ее даже проще найти, чем в Питере. А в Питере она находится на улице Садовой, там есть такой торговый центр, небольшой дом купца Яковлева называется. Вот там на втором, по-моему, или на третьем этаже представлено практически все, что есть в этой марке, то есть можно спокойно взять себе купить. Здесь у меня вот эти оттенки, это Code Color, это Artvisage, которые прекрасно подошли мне по диаметру идеально. Эти оттенки, расскажу о них позже, это тени от Just. Что я хотела сказать о Code Color, стоит одна тень примерно 220-250 рублей, я опять же не помню. Несимпатичная, на самом деле, упаковка, она очень быстро поцарапалась, хотя ей нет еще даже, наверное, месяца. Магниты сами вот внутри этой коробки, они клеятся на клей, соответственно, очень легко выпадают и плохо магнитятся, поэтому тени держатся очень плохо, то есть если у вас в процессе транспортировки вашего чемодана визажного эта палетка вдруг перевернется, в общем, ой, блин, вот, то из нее сразу выпадают тени. Что касается коробки, она совершенно неудачная. Больше у меня от Code Color ничего нет. И вторая часть этой палетки, здесь у меня находятся три тени от фирмы Just. Вот это аквалайнер, то есть это вот такая подводка, у меня была от Криолан, кейкайлайнер, то есть спрессованная некуда что-то, которая разводится водой и рисуется им сделки и все, что вам надо. Вот это вот аквалайнер, еще один аквалайнер, он еще в коробочке, он у меня сюда не влез, нужно будет просто приобрести еще отдельную от Just палетку. Вот это два аквалайнера. Значит, что я хочу сказать о косметике Just. Недавно, как вы, наверное, знаете, кто сейчас следит за новостями, проходил фестиваль красоты, выставка красоты «Невские берега». Я там побывала, захотелось мне чего-нибудь там купить. Ничего такого прямо особенного, зачем бы я охотилась и чего ждала, я не купила, в смысле я там не нашла. Но обратила внимание на косметику Just, потому что я слышала о ней, я знаю, что это раньше было, называлась она «Джинс». И помню я, что как-то хотела что-то у них купить, и я не хотела заказывать через интернет. Узнала, что в Питере у них есть офис или магазин на Ладожской. Но я посмотрела, что там от Ладожской еще очень долго ехать. В общем, я поленилась, обломалась, никуда не поехала в итоге. Потому что я знала, что эта косметика не такая прямо, что бывал. Не было о ней каких-то суперотзывов, что она какая-то там профессиональная, что нельзя найти ей там аналогов или что-то в этом духе. Поэтому я просто забила и не поехала. И сейчас вот на нескольких берегах я увидела стенд с этой косметикой и решила просто пальцами потыкать, что есть, посмотреть, что у них, раз уж я не доехала так далеко. И скажу вам, я была очень удивлена. Это потрясающие тени. Они настолько потрясающие, что лучше, чем эти, у меня, наверное, не было вообще. Самое удивительное, то, что никто особо как бы не трубит о том, что эта косметика какая-то профессиональная и суперкачественная. Все блогеры, все девушки-визажисты, которые встречались с этой косметикой, они, ну вот я не видела никаких эмоций. То есть мне кажется, что они оценивают эту косметику как-то на шестерочку с десяти. Но я вам сейчас покажу с вочи, вы поймете, что эта косметика более чем достойная. Вот то, что я сейчас попробовала, тени и аквалайнеры, вы сами сейчас увидите, насколько это потрясающая вещь. Сколько произошло сейчас повышение цен, то соотношение цена-качество у марки Inglot меня перестало устраивать. И я практически больше ничего не покупаю. Сейчас задумалась только о покупке геля для бровей. У них есть очень неплохой гель для бровей, которым я работала. Он мне был предоставлен просто компанией, где я работала. Я еще решила, наверное, что на тональной основе я сделаю свотча отдельно в конце видео. А сейчас я вам устрою сравнительный обзор, значит, с тенями. Так, это тени от фирмы Code Color. Это вот такой прекрасный зелененький. Сейчас я вам попробую фокус нанести. Вот, болотный такой шиммерный цвет. Вот, видите, он достаточно пигментированный. Вот так выглядит вот этот оттенок. Следующий оттенок вот такой вот, сиреневый. Очень, на самом деле, он красивый. Я поняла, что у меня есть фиолетовый, но нет сиреневых. Давайте по-честному я буду три раза проводить по тени и мазать потом ее на палец. Ой, на руку. Ну, эти, конечно, менее пигментированные. Но они тоже очень насыщенные, очень мягкие. Легко тушуются. Все эти тени легко тушуются. И прикол вот в том, что, допустим, вот этот вот цвет, бронзовый, он не бронзовый, он полотный, он при плотном нанесении смотрится зеленым, а если его сильно растушевывать, он просто выглядит, как коричневый. Значит, у нас сиреневый. Следующий оттенок это вот такой бронзовый. Давайте так. Раз, два, три. Вот он так набрался на палец. Достаточно жирненько. Вот видите, он так очень... Мне кажется, что на камере, конечно, не так выглядит. Как в жизни. Какой-то он... Вот, видите, какой... Вы видите, качество теней очень даже неплохое. Но у меня в основном цвета шиммерные. И шиммерные не новость, что они лучше выглядят, чем матовые. Дальше я покажу вот такой вот зеленый. Это, ну, вообще кислота какой зеленый, какой-то маркер просто. Но в работе иногда бывает нужен. Вот. Его, наверное, лучше так вбивающими. Ну, вот видите, он намного менее пигментированный. Вот. Но если акцентом ставить эти тени, очень даже они неплохие. Так. Следующий оттенок это золото. Я его очень люблю. Это такой темный. Золото. Видите, он очень насыщенный. Он прям ложится, как ртуть какая-то. Как жидкий. Но он тоже, видите, очень пигментированный. Вот сколько я нанесла. Раз. Один раз макнув. Этот оттенок вообще, конечно, супер. Его можно использовать даже как точечку. Там, на центр века. И это будет акцентом. Я для сравнения хочу показать вам. Вот у меня есть от Inglot пигмент. Золотой. Я сейчас тоже макну в него палец. И покажу вам, что он примерно такой же по насыщенности. Просто оттенок немного другой. То есть я иногда... То есть можно заменить просто тени несчастные за 200 рублей. Ими можно заменить этот пигмент. Ну, пигмент-то, конечно, другое свойство. Он рассыпается. Вот. Но все равно. Очень хорошего качества палеток Code Color. Это у меня вообще арт-визаж тени. Это никому не интересно. А дальше пошли... Что самое интересное? Вот эти три. Это тени от марки Just. Вот, допустим, я возьму сейчас палетку Inglot. И похожий возьму. Вот. Фиолетовый оттенок. Он, конечно, немножечко другой. Но все-таки похож. Блин, это магнит. Зацепил. Берем. Раз, два, три. Вот он очень насыщенно набирается на палец. Вот как. И наносим на руку. Раз, два. Ну. Раз, два, можно сказать. И на пальцы у меня еще тоже осталось. Но оно уже ничего не красит. Значит, тени Глот стоит где-то 550 рублей. Я уже сейчас не в курсе этих цен. Сейчас у вас будет шок. Самое интересное в косметике Just. То, что она стоит, тени стоят 100 рублей. Я когда услышала, я не поверила. Раз, два, три. Вот вы видите уже даже. Видно, что как-то более интенсивно нанесет цвет на палец. И рисуем рядом с инглотом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну. Вы видите, да? Это матовые тени. Вы видите, насколько интенсивный цвет. Он очень легко тушуется. И, чтобы вы не сомневались, точно так же хорошо этот цвет наносится на кисть. Вот. Я только что макнула. И кистью так же прекрасно передается на кожу. Причем это растушевка кисть. Если я возьму кисть поплотнее, вот моя Елена любимая, вот, попробую нанести, будет эффект еще лучше. Я еле дотрагиваюсь. Вы видите, насколько эти тени пигментированы. Это без базы, без ничего. Я просто наношу на голову кожу. Не знаю, если у вас до сих пор не случился шок. И все это стоит, блин, 100 рублей. Я тут пытаюсь стереть это все своей самодельной смывкой. Вот. С маслами. Если кому интересно, я вам расскажу, как я делаю смывку. Я уже давно не покупаю в магазине смывки для макияжа. Так. Дальше я показываю шиммерный оттенок синий от Just. Точно так же давайте. Раз, два, три. Вот он бешено. Фрагмент переносится на палец. И рисую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот это то, что дает, если один раз макнуть тень, вот чего она вам дает на руку. Очень красивый, синий, насыщенный. О, какой. О, тушуется он как. Сейчас посмотрите. Покажу светлый матовый оттенок Just. Он не менее прекрасный. Как вы видите, он очень хороший. Очень мягкий, хорошо растушевывается. Быстренько покажу вам аквалайнеры. У меня вот такой вот очень интересный оттенок. Он какой-то синий-зеленый. Я не хотела брать черный. Мой креолановский стал подсыхать, и стрелки просто сыпятся с глаз. Поэтому я решила приобрести новый. Вот такой очень тоже насыщенный. Ему очень удобно рисовать стрелки. Вот такой аквалайнер. Это первый. Второй тоже очень модный цвет. Вот такой вот он очень ярко. Голубой. Просто водичку, кисточку в водичку. Такой очень красивый голубой цвет. Моднявый. Я увидела у MAC недавно. Макияж. На девушке были просто вот такого оттенка стрелки. Кирпичным цветом. Крашены губы. Короче, вот такой вот аквалайнер. Аквалайнер стоит 160 рублей. Кириллановский стоит, когда я покупала его еще года три назад, он стоил рублей 700. Сейчас я даже боюсь интересоваться, сколько он стоит. И вот это то, что касается косметики Just. Если вы не поразились, так как я, тогда я не знаю, что вам еще нужно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон»